В 2020-м, в год всемирной пандемии, без отдыха остались не только любители загранпоездок, но и школьники, те, кто проводил свой летний отдых в оздоровительных лагерях. Из-за ограничений работу лагерей на Алтае, как и по всей стране, приостановили. Так что возвращение в прежний режим ждали с нетерпением и дети, и родители. Ребенок в прошлом году был очень расстроен, что не получилось съездить в лагерь из-за пандемии. Переносили многократно, но вот так и не случилось. И в этом году мы очень надеемся и верим. Я просто уверена, что, конечно, детям нужно отдыхать, и обстановка улучшилась. Наверняка мы в лагерь поедем. Юлия призналась, напугали посты в соцсетях, что цена на путевки сильно вырастет и станет неподъемной. Как нам объяснили в Краевом Минобре, в наступившем году стоимость одного дня в оздоровительном лагере действительно выросла, примерно на 200 рублей. Причин несколько – это и инфляция, и дополнительные затраты на соблюдение санитарных норм. Так что стоимость средней смены, а это 14 дней, составила 18 500 рублей. Впрочем, у всех родителей есть возможность сильно сократить свои затраты. На уменьшение дается субсидии с краевого бюджета на каждого ребенка, проживающего на территории Алтайского края, 6 300. И если родитель работает в бюджетной сфере, государственной сфере, краевых учреждениях, то он получает еще 4 300. И то есть путевка может быть для родителя меньше на 10 650 рублей. Продолжат действовать и дополнительные субсидии, например, для многодетных. Третьи и последующие школьники в таких семьях едут отдыхать бесплатно. Кстати, на начало марта поступило более 700 заявок на получение субсидий, то есть фактически заявок на путевки. Прием от желающих продлится до 1 июля. Отметим, после подачи заявки через единый портал «Заявка-22» родитель должен в течение двух недель обратиться в выбранный лагерь, подготовить необходимые документы и в течение 40 дней оплатить путевку. Кстати, лучше сделать это пораньше. Число самих лагерей в этом году по разным, в том числе экономическим причинам, сократилось с 66 до 53. Илья Кочетков, День с толком. Продолжение следует...